Здравствуйте! В эфире архифакты этой недели со 2 по 8 сентября. Архивные факты события героя сегодня международные. Русский городок в Харбине и китайские рабочие на Амурском кирпичном заводе. А также зачем в Благовещенский фильм Чапаев переводили на испанский. Начнем же с размышлений журналистов о том, что цензура кажется уже существует. Запрещенные книги. Их список появился в России в 2007 году. Экстремистские тексты, которые призывают к розне и вражде. Амурские журналисты 6 лет назад список изучили и задумались, не возврат ли это к советским временам и цензуре. Рекомендация касалась то, что было связано с идеологией. Была советская идеология, а значит нужно было писать больше, конечно, о героических буднях, о стройках, о каких-то замечательных подвигах советского народа и так далее. Понятие экстремизма в законе размыто. Делились тогда мнениями эксперты. Конечно, есть книги, которые надо запрещать. Но не подвели бы под эту статью и просто неугодных по политическим соображениям. Интересный факт. За распространение книг Андрея Пиантковского Краснодарская прокуратура вынесла предупреждение региональному отделению партии «Яблоко». В прокуратуре посчитали, что произведение «Нелюбимая страна» и «За родину, за Абрамовича огонь» содержат признаки экстремизма. Но позже предупреждение было снято. До суда дела так и не дошло. В Китае ценят русское искусство. Как именно, показывали по телевизору в сентябре 2005-го. Музей русского искусства в Харбине, где есть даже работа Церетели. Совсем недавно все экспонаты были в частной коллекции в Хэйхэ. Владелец Лю Минсю. Музей был в Хэйхэ. Но это же небольшой город на окраине страны. Поэтому, когда меня пригласили в Харбин, я сразу согласился. Чем больше город, тем больше людей посмотрят на это искусство. Власти дали здание, оплатили ремонт. А он стоит миллионы юаней. Русских художников сюда приглашали в творческие командировки на несколько месяцев. Полный пансион. Главное – дворей. Я удивился тому, что здесь со мной произошло. Я уехал от института, от студентов, от домашних забот, от дачи. Я удивился тому, сколько во мне идей. Видимо, когда живешь в Красноярске, ты погружен в повседневную жизнь. Ты не всегда можешь их услышать, эти идеи. За это надо было раз в месяц рисовать четыре картины для фондов музея. Русские художники в Китае. В России – китайские рабочие. Материал о новом кирпичном заводе вышел в эфир в сентябре 2003-го. Он находился недалеко от села Новотроицкое. Россияне идти на завод не хотели. Потому пришлось приглашать работников из-за реки. Мы хотим на крыльях. Навек здесь я работаю. А вам нравится здесь? Да, нам нравится. Как наши заводы, только на юге есть, потому что это новые. А на севере еще есть много, которые еще старые. Еще много. Это современная технология? Да, да, да. Кирпичи делали из глины, которую добывали через дорогу. Строим материалы на стандартную девятиэтажку здесь могли сделать всего за две недели. Фильм «Чапаев», возможно, скоро посмотрят колумбийские партизаны. Новости сентября 2001-го. Фильм переводил ученый, который изучал партизанское движение и поддерживал связи с революционерами. Алексей Донченко, преподаватель педуниверситета. Для колумбийцев он перевел еще и Ленина в октябре и попробовал озвучивать фильмы. Василий Иванович, а кин уэстроскомпесинас эстандудандо? Ты стас порлзбольшевикас, о порлзкоммунистас? Сложности были именно с Чапаевым. Там много крестьянских терминов, говорил ученый. И ближе к завершению немного старой рекламы. Ролик о том, как важно следить за тем, что ты пьешь. Это я о воде сейчас. В последнее время наблюдается катастрофический рост болезней желудочно-кишечного тракта и почек, которые обусловлены плохим качеством воды. В нашем городе установлен аппарат по производству кристально чистой воды, который очищает воду от хлора, примесей, болезненфорных микробов и различных соединений. Я, как врач-гастроэнтеролог, настоятельно рекомендую употреблять кристально чистую воду для питья и приготовления пищи. Будьте здоровы! Кристально чистая вода – источник жизни возле вашего дома. Вот и все архефакты на сегодня. Снова вместе вспомним прошлое ровно через неделю. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok